Приветствую тебя, мой дорогой зритель! Этот ролик я, наверное, разобью до твоего же удобства на две части, чтобы ты меня понял, по какой причине я ушел с Аризоны и почему я выбрал именно Гран-РП. В этом ролике вы услышите лишь сугубо мое мнение, и я буду говорить все, как есть на самом деле. Нет никакой цели обосрать какой-то проект, выложить какое-то говно и как-то опорочить честь, я не знаю, вот, буду говорить все, как есть, в лучшем виде, надеюсь, вы меня поймете. Так что подготавливаем чаечек, что-нибудь перекусить, и мы с вами начинаем. Приятнейшего вам просмотра! Итак, давайте начнем с того, что все хотят узнать на самом деле, что с Аризоны и почему я решил поменять сервер. Как вы знаете, я играл на сервере Аризона Ньютон практически полгода с самого его открытия, и онлайн тогда составлял около 900 человек, что было даже неплохо на тот момент, но сейчас уже май, и онлайн держится от силы от 200 до 500 человек. Но дело, вот меня послушал, дело даже не в онлайне, а в том, что мало разнообразия. Заниматься практически нечем. Даже тот же батл пасс они не добавляли. Хотя нет, подожди, на минуточку был какой-то, да, зимний батл пасс, но он как начался, я даже ничего не понял, как его вообще проходить, и он тут резко вдруг закончился. А что интересно, весенний, они вовсе решили почему-то не выкладывать. Но несмотря на это, на сервере выходят обновления, крупные обновления, вполне даже играбельные. И вы должны понимать, что я ни в коем случае сейчас не хочу засрать проект, сказать, что не играйте тут. Напротив, каждый играет там, где ему комфортнее. И это вполне нормально. Но лично мне, как не фулрпшнику, стримив и играя на сервере, стало скучно. Однотипно. И как-то совершенно нечего было делать. Это главная проблема, я бы так бы сказал. Игроков всегда нужно чем-нибудь занимать, вовлекать во что-то, чтобы они кайфовали от этого процесса и получали выгоду. Хоть и игровую, но выгоду. И знаете, за полгода сервер меня ни разу не расстроил. Как и руководящий состав, и РП-менеджеры, они ответственно подходили к своей работе как и с обычными игроками, так и с медиа. Если кому-то интересно узнать об этом поподробнее, я могу, знаете, что единственное сказать, что выплаты были без задержек, помощь администрации в рамках правил все как положено. Единственное, что бывали большие задержки по времени, игровые начисления. Ну, по типу, знаете, до ролика нужна там какая-то определенная тачка, либо другие какие-то предметы. Но были и ситуации, когда ставили какого-то медиа выше других медиа. Я думаю, все понимают о чем и о ком я, если кто-то играет на Милтоне. Все знают там людей, которые бегают в белой одежде и творят полную ваканалью. Людей там в рот пихают, короче, своим словесным поносом на нерусском языке. Но это все как бы не очень красит на самом деле. Сервер и администрация почему-то закрывает на это глаза. И почему-то она наказывает других абсолютно людей, а их не трогает. Ладно, это все то, что внутри сервера. Это может игровые процессы какие-то. Но вот это вот мне не понравилось. Говорю как на духу, вот просто мне вот это вот не понравилось. Потому что это все мелочи жизни. И подводя итог, знаете, что я хочу сказать? Что я ни разу не пожалел, когда играл и сотрудничал с Аризоной. Потому что реально Аризона вот в сердечке. Хороший сервер, как я уже сказал, хорошие РП-менеджеры. Мне все отлично понравилось. Может когда-нибудь я и вернусь на этот проект. Может мы залетим на первый сервер. Liberty, да, он вот так вроде называется. Может мы будем там играть, потому что там народу побольше. Но на данный момент я хочу просто пожелать Аризоне побольше хорошей аудитории, чтобы она нашла свою аудиторию. И продолжал жить. Ни в коем случае не закрывался, чтобы ребята не бросали свое любимое дело и детище. Побольше вам хороших обновлений. И чтобы у вас все сложилось хорошо. На этой ноте мы с вами переходим ко второму пункту нашего ролика. Grand Rolipay 1. Север. Об этом проекте, я думаю, каждый слышал, возможно, даже играл на нем. И не нужно сравнивать другие проекты между собой вообще. Вот все просто прекрасно понимают, что плюс-минус все сервера вообще одинаковые. Но каждый в чем-то индивидуальный по-своему и для каждого игрока. Опять же, буду говорить сугубо свое мнение, как я сам вижу, как я все это сам понимаю. Первое, на что, наверное, каждый игрок обращает внимание, это на то, какой на проекте интерфейс и дизайн в общем. И знаете, на Гранде он действительно хорош. И он мне понравился. Да, чутка где-то он там поначалу тебе будет непривычен. Потому что ты перешел с другого проекта, а там было все по-другому. Но со временем ты быстро привыкнешь к этим комбинациям клавиш и другим особенностям. Также нельзя не отметить то, что уже столько лет на Гранде мы берем именно, наверное, первый только сервер. И онлайн не меньше тысячи, а даже в плюсе там 1200, 1300 и выше. А это для меня, на минуточку, отличная почва для снятия контента специально для вас. Будут насыщенные как и ролики, так и стримы. Это по-любому. Вот вы только вот посмотрите на эту менюшечку. Только в ней можно зависнуть на часик-другой и полюбоваться, потыкать туда-сюда, посмотреть какие-то тачки есть, либо кесики. О-о-о-о-о. Если хочешь, за донат покупай. Если хочешь, за верты покупай. Как хочешь. А есть и специальные ивентовые какие-то валюты. Тоже очень полезная тема. Реально это сделано очень качественно и прикольно. Я ставлю от себя этому интерфейсу и вообще общему дизайну проекта от себя жирный лайк. Ну и давайте пока мы с вами находимся сейчас в менюшечке. Я вам покажу, что такое по-настоящему охуенный батл пасс. Даже без покупки премиум пропуска ты можешь забирать крутые ништячки, которые тебе понадобятся в игре. Ну или ты сможешь просто продать их и срубить бабла. То даже тачки дают бесплатно, чтобы ты понимал, уже на 20 уровне тебя ждет эксклюзивный Гранд Широки, которого в автосалоне вообще нету и его можно получить только проходя батл пасс. В общем, все ништячки я вам не буду палить, потому что я думаю, вы когда зайдете на сервер, вам будет интересно все это посмотреть самому. Их тут реально очень большое количество, так что сами все увидите. Единственное, что я, наверное, добавлю к этому, батл пасс ты можешь, как я уже и говорил, проходить бесплатно. Так ты его можешь и купить. Купить премиум пропуск. Но вы думаете, это все? То есть, как обычно, да, есть платный батл пасс, есть бесплатный батл пасс. Ха, нихрена, пацаны. Тут есть еще сверх премиум плюс. За 35 тысяч рублей доната. Кстати, насчет доната, пацаны, есть ли это для вас какая-то проблема? Надеюсь, это не проблема? Надеюсь, это не проблема. То считайте, этой проблемы у вас больше нет. Каждый божий день ты можешь забирать по 200 рублей доната, а в праздничные дни по 500, а то и по 1000 рублей. Для этого ты всего лишь должен заходить и отыгрывать указанное время на сервере и донатик твой. Ну и есть еще один способ. Не помню точно, честно, как, что, куда и когда, но вроде два раза в день сам сервер выбирает из числа игроков, которые сейчас онлайн, по три победителя. И дарит им донат валюту. Вот я вам говорю, чисто без пизды. Когда я играл, мне каким-то образом пришел выигрыш в 3000 рублей на мой счет. А за этот донат что хочешь покупая? Можешь купить себе машину. Можешь испытать удачу и крутануть рулеточку. Подкрывать кейсики. Кстати, их на сервере очень огромное количество на любой вкус и цвет. Если даже после этого ты не знаешь, что тебе делать на сервере, то вот тебе списочек работ, который тебе поможет подзаработать. Кстати, у меня есть гайды. Годовой давности, конечно. Но все же, наверное, они что-то могут тебе подсказать или рассказать о том, как и где можно нормально заработать денег и, в принципе, подняться в общем. Но вообще, надо, наверное, в скором времени перезаписать эти гайды и обновить информацию, потому что на сервере уж очень много чего изменилось. А, итак, мы немного отошли от темы, чем бы заняться, да? А, квест! Квест! Как для новичков, так и для бывалых уже игроков. Кстати, их буду я тоже проходить вместе с вами на стримах в прямом эфире, так что обязательно заглядывай. Не забывай подписываться, да, чтобы не пропускать стримчанские. А если тебе надоели квесты, вступай в семью или организацию. Там уж точно тебе не будет скучно, и ты всегда найдешь, чем себя занять. И большой онлайн позволит собирать массовые мероприятия, которые тебе обязательно понравятся. Так, теперь давайте я вам покажу списочек машин, которые есть в автосалоне. Не весь, не весь. Есть остальной списочек, вы сами, когда зайдете на сервер, посмотрите. Но сразу скажу, что вы сможете прям в начале своего пути, после того, как вы пройдете квест, сдадите на права, вы сможете купить себе уже крутую тачку и даже ее затюнить. Об этом я расскажу немножко позже, где получить бабки и как это все сделать. К тому же есть система тюнинга и автострахования, которая, наверное, скорее всего требует отдельного ролика. Поэтому в скором времени я запишу для вас подробный гайд на эту тему. О, а вы видели телефон на этом проекте? А вот загляни, смотри, сколько тут разных функций и приколюк. Одна лишь кнопка подарки, да, вот она. Дает новичкам аж 250 тысяч долларов и випку на 7 дней. Просто тебе надо ввести мой промокод ИГРАТ. Или же ты можешь перейти по реферальной ссылке в описании под этим роликом и получишь кучу денег и випку, которая тебе поможет в начале твоего пути. И давайте поступим так, друзья мои. Я знаю, что мои подписчики играют вообще на абсолютно разных серверах. Но если есть у кого-то желание прийти играть вместе со мной, как в былые времена, то я всех зову, ребят, на Гранд РП Роллиплей. Именно первый сервачок, где мы будем с вами творить всякую дичь. Создадим, может, какую-нибудь сильную свою семью. Будем развиваться вместе с самого начала и просто весело проводить времечко. Ну вот, в принципе, все, что я знал, то я вам и рассказал. Если что-то у меня будет добавить, я обязательно запишу еще один видеоролик, какой-нибудь на эту тематику. Кстати, если что есть вам сказать, что-то добавилось новое за этот год или что-то вообще появилось на этом проекте, то напишите об этом в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Возможно, это я добавлю уже в следующий видеоролик. Не забывайте, пожалуйста, прожимать свои лайки. Подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видеоролике. Всем счастливо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok